У меня нет такого, у меня не было, я вообще ничего не пишу, я умер, я мёртвый поэт, это правда. То есть меня больше нет, я как поэт больше не существую. Вы говорите, это точкой без возврата. Точка, это без возврата, конечно. Я написал всё, что я мог, и всё, я умер в этом плане. А если другой человек с другим темпераментом, вообще с другим отношением к слову, потому что когда я писал, я заболевал, то есть у меня, я очень долго писал, потому что как Мандельштам, правда, да, хорошо, как Мандельштам, то есть он вытягивал, он писал только, я пишу с голоса, вот я тоже писал только с голоса, я никогда не писал почти на бумаге, я всегда, у меня крутилось, и я восстанавливал это из головы. Представляете, что такое написать длинный стишок в голове, это значит, ты должен написать по меньшей мере месяц. Вот к этому, к окончании этого месяца становишься просто больным. Он должен затвердеть, он должен, ты должен его как-то вытянуть, понимаете, я всегда привожу пример, но не очень, я не знаю, откуда меня снимают, это не очень красивые сравнения, но это похоже на тот зонт, который заглатывают для того, чтобы у тебя проверили желудок. Это мучительная, говорят, не операция, как она называется, процедура, но вот ощущение, что ты должен заглотить и потом это вытащить, это мучительно. И это длится не три минуты. Например, некоторые стихи тебя тошнит стихом одним, долго-долго. Как вы можете гарантировать, что в голове больше не случится этого? Вообще, ну это сенсационное заявление, я умер как поэт, а родиться как кто-то. Это честно, что Алла Пугачева говорила, да, я ухожу, я ухожу, я через каждые пять минут. Собственно, она все так и говорила. Нет, ну просто, ну это, ну мы не знаем, что, конечно, может быть, да, потому что Ковест тот же самый, Мандельштам молчал тоже там шесть лет, да, но у меня правда, поверьте мне, я говорю это без всякого кокетства. Я думаю, что я сделал все, что я мог. Я прожил половину своей жизни, подчинив ее только стихам. Я их либо писал, либо ждал, либо мучился, потому что их не было. Понимаете, это невозможно жить вот в этом режиме. То есть это не совсем правильная жизнь, но я прожил эту жизнь. Я 15 лет на это угрохал. И я сейчас, я надеюсь, что я просто, хотя в нашей стране, к сожалению, у тебя никогда нет гарантии, что ты что-то просто доживешь, и доживешь ты дома, и на свободе, да, и не нищим, к сожалению. И это, понимаете, меня сейчас больше волнует то, что происходит в стране. Но, тем не менее, я надеюсь, что просто если мне дадут дожить ни в нищете, ни в унижении, ни в тюрьме, еще нигде-то, да, ни в сумасшедшем доме, не напиши тюрьмы, тюрьмы мне на ладони, я очень слава любви хочу. Кто может не дать? А вы не знаете, кто вам не может дать, да? То есть кто угодно. Это могут не дать наши власти, это могут не дать наши милиционеры, это могут не дать вся наша система, а вы не знаете? Нет, ну погодите, разве, ну вот, мне кажется, что человек сам себе хозяин, но сам решает. Вы это скажите людям, ну сейчас это будет, может, тоже не очень корректно, вы скажите это людям, которые жили в 1937 году, они были сами себе хозяевами, да? То есть можно сравнить, вы считаете, ситуацию? Ну сейчас мы не можем, конечно, слава богу, сравнить, но вы просто говорите, что человек сам себе хозяин. До какой степени он сам себе хозяин? Люди в Великой Отечественной войне тоже были сами себе хозяевы, да? Ну, все-таки это военное время. Хорошо, но не военное время, когда был Сталин. Это разве люди были сами себе хозяевами? Анна Ахматова, с которой я так и не могу слезть, которая написала, что 30 лет я проходила под Наганом. Она была сама себе хозяйка? На самом деле, Осип Мадрештам, который сгнил в лагере, он был сам себе хозяин, самый лучший поэт, с золотым горлом. Вы понимаете, что Мадрештам гениальный поэт? Нет, я работаю на радио, и у меня есть политическая программа. Слушайте, у Ахматовой не было на радио своей программы, у вас-то все хорошо. Ну, а вы что, а вы хотите, чтобы я был такой алмал? Нет, я просто не понимаю, откуда такие настроения. Когда все хорошо, когда много работы, когда... Ну, слушайте, я вас умоляю, ну, пожалуйста. Но если у вас все хорошо, это не значит, что у других все хорошо. Понимаете, когда есть люди, которые непонятно, почему сидят в тюрьме, это не значит, что все хорошо. Ну, правда, я вас умоляю. Ну, давайте еще, там, приведем какие-нибудь примеры, когда кто-то еще больше приспевает, чем мы с вами. Он говорит, да все же замечательно, все же отлично. Ну, понимаете, я говорю, вообще, да, какие-то люди. Ну, давайте просто посовестливе, я не про вас, естественно, я про нас всех. Поэтому...